Я не знаю, что у меня, конечно, получилось. Что-то получилось, но вот до такой красоты далеко. Что получилось у меня, мы можем показать, уважаемые операторы и режиссеры? Смотрите, сейчас. Подождите. О! Вот так. Ну, если продолжать, то, собственно говоря, вот как раз каркасик-то и получится. Мы собираем из летних сезонных растений вместе с Аленой Чудопал, дизайнером, флористом, букет. Это действительно цветы в основном и растения мы используем сезонные, которые сложно достать зимой и осенью. Абсолютно все цветы сорваны у моей бабушки на даче. Бабушка, кстати, сейчас не спит. Она очень ждала, когда ее морковочка появится. Бабушка-морковочка и мак. Вот, так что бабулечке им огромный привет передаем. Вот, а букет-то потрясающий. Вот знаешь, Василий, я бы оценила такой букет. Вот, если бы мужчина пришел с морковкой ко мне, с малинкой, со смаком, понимаешь, с ромашками. Яблочки. Тут еще облепиха есть, яблочки. Рябина. Я бы однозначно сделала вывод, что этот мужчина с хорошим чувством юмора и вкусом. Но вы ведь уже, вы же вот сейчас собираете не просто так вставлять, вы выбираете, да, по цветам, зная там законы и правила флористики. Ну, конечно, группировки. Человеку неподготовленному кажется, что, ну, вот, собрали и все. Нет, группировки мы, конечно, соблюдаем. Правила золотого сечения никто не отменял. 3, 5, 8. Так вот. Поэтому букет смотрится вот таким органичным и оригинальным. Что такое 3, 5, 8? И оригинальным. В нашем контексте. У нас в любом случае есть главная группа, в данном случае, вот, я выставляю рубус, ну, рубус это по-латыни нашу ежевику лесную. Вот с этой группировкой с яркой, то есть это будет главная группа, это будет рядом стоящая группа, здесь противоположная. Между ними всегда должен быть воздух. В данном случае у нас воздух и зелень, то есть это фон, зелень это фон, а цветовые пятна работают по правилу золотого сечения. Так же, как женщина одевает колье, сережки, браслет. Главная группа, рядом стоящая, противоположная. Вот оно как, понимаете, это же наука. Законы искусства. Законы флористы. А чем подвязывать мы будем тоже такой веревочкой красивой. Все у нас натуральное. В стиле эко, био. Кому можно такой букетик подарить? Я думаю, что любому человеку, ну, женщине, конечно, потому что мужчина вряд ли оценит. И, наверное, не 20-летнему. Если сегодня наши зрители будут повторять что-то подобное из, там, своих дачных цветочков, цветы каким образом нужно срезать? Чем срезать? Можно ли для этого использовать просто ножницы или все-таки секатор? Нет, если секатор есть, это замечательно, потому что секатор не сдавливает капилляры у сосудов. Ножницы сдавят и закроют, по сути, протоки и прикроют жизнеобеспечение. Ну, а лучше всего, конечно, очень острый нож. Это вот как раз цветочный секатор, да, у меня? Да, это флористический секатор именно для среза стеблей тонких. Не веток, а именно стеблей. Так. Мне очень нравится вариант. Мне кажется, можно обойтись и без, знаете, полюбившихся уже давным-давно всем роз, да, голландских, не голландских. Посмотрите, как здорово. Все свое родное. Все свое родное, во-первых, да, а во-вторых, из своего родного может получиться такой по-настоящему стильный и оригинальный букет. На самом деле не страшно и съесть из этого букета ни горошек, ни ягодку, потому что все... Все с огорода, все необработанное, без ГМО, как модно говорить. Ну да, у нас пытались клиенты как-то купить декоративные вот эти вот тыквы и приготовить потом из них что-нибудь. Зачем? Ну, продуманное, но мы отговорили. Букетик готов? Можно мне его подержать в руках? Красота. Красота, посмотрите. Как говорится, с серединкой лета вас, уважаемые наши телезрители. Алена Чудопал сегодня побывала в нашей студии. Флорист, дизайнер, мы сделали летний вариант букета. Я надеюсь, что вы уже, глядя на это, сделали определенные выводы.